Сегодня на библейском портале Экзегет, отталкиваясь от текста Первое послание Коринфянам, 9 глава, 20 стих, мы зададимся необычным вопросом. Зачем для Иудея нам быть как Иудей? Давайте прочитаем этот стих, но в контексте. Прочитаем не только 20 стих, но и 21, 22, 23. Первоверховный апостол Павел пишет, «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Что значит вот эти последние слова? «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Евангелие – это благая весть. И если ты несешь людям благую весть, она должна быть одинаково приятна и для иудеев, и для эллинов, и для язычников, и для скифов, варваров, для всех. Конечно, вот эти слова могут кого-то смутить, что мы должны быть для иудея, как иудей, для эллина, то есть для язычника, как язычник. И древнехристианский экзогета Амбросиаст пишет. «Выглядит как притворство, чтобы всем было все, как это принято у льстецов. Однако это не так. Ибо человек Божий есть врач духовный, ведущий все причины и раны, с великим старанием, окружает страдающих своим вниманием и сочувствием. Ибо мы всегда имеем что-то общее со всеми людьми. Для иудеев он, Павел, был как иудей, «Ибо из-за соблазна их обрезал Тимофея» – книга Деяний, 16.3, хотя обрезание в христианстве уже заменено крещением. «И, очистившись, вошел в храм» – это книга Деяний, 21.26. Все такие очищения в христианстве уже не соблюдались. «Чтобы не принять обвинения в святотатстве, сделал то, что уже следовало прекратить, но по закону делал, ибо соглашался, что закон и пророки от Бога, и от них показал предвосхищение Христа обещанного, чтобы добиться согласия подзаконных». Конец цитаты. А вот, чтобы нам лучше понять, как это можно быть для иудеев, как иудей, посмотрим еще объяснение святителя Иоанна Салтауста. Это его Гамилия, 22, на первое послание к Коринфянам. Здесь он пишет. «Чтобы обратить настоящих иудеев, он, то есть Павел, сам стал, как иудей, не действительно, а только по видимости, не на самом деле будучи таким, а только поступая так, без истинного расположения. Да и как он мог искренне делать это, когда старался обратить и других, когда делал все это, чтобы освободить и других от такого унижения». То есть он становился внешне тем, от чего хотел людей избавить. А вот что пишет блаженный Августин, это одна из его проповедей. Он тоже объясняет вот эти слова, что значит для беззаконного, как беззаконный, для иудея, как иудея, для эллина, как эллин. «Человек, ухаживающий за больным, и сам становится больным не потому, что ему кажется, что поднялась температура, а потому, что, сочувствуя, он думает о том, какой бы заботы он пожелал бы, если бы сам был болен». Конец цитаты. Ну, уж если и это нас не убеждает, что мы должны отождествлять себя с объектом проповеди, давайте вспомним, что сделал Сын Божий. Послание к филиппийцам, 2 глава, 6-7 стих. Первоверховный апостол Павел пишет, «Он, он, то есть Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Христос не просто отождествил внешне себя с объектом проповеди, с родом человеческим, он стал подобен нам во всем, как пишет апостол Павел в другом послании, кроме греха. Подобен нам во всем, кроме греха. Апостол Павел ради благовествования, ради проповеди Святого Евангелия, он отождествлял себя самого даже со злейшими врагами первых христиан, с фарисеями. Он писал, это послание к филиппийцам, 3-5, о себе писал, «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисей». Нам трудно даже представить, насколько Павел отождествлял себя с объектом проповеди, с тем или иным объектом. Он готов был даже отказаться от самого себя ради того, чтобы люди, которым он искал спасение, обрели бы его во Христе и со Христом. так в послании к римлянам, 9 глава, 3 стих, он прямо говорит, «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Вот здесь он проявляет готовность самому находиться в аду, чтобы только сродники его по плоти оказались бы в раю. А Сын Божий оказался в аду, как пишет апостол Петр в 1 послании, 3 глава, 19 стих. «И находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал». Почему Христос оказался в аду? Он взял на себя грехи всего мира. То есть проповедник не дистанцируется от объекта проповеди, не противопоставляет свое настоящее положение их состоянию, а именно для всех хочет сделаться всем. Иначе он занимается не своим делом. И Павел, первоверховный апостол, понимал это. Поэтому он и говорил, это 1 Коринфянам 4,16, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Если Сын Божий сделался человеком, нас ради человека, нашего ради спасения, и даже сошел в ад, почему нам не прийти к сектантам, к еретикам, там, где они собираются, почему не зайти в синагогу, не для того, чтобы там молиться, а для того, чтобы с кем-то побеседовать, поговорить. После совершенствия в ад вопрос не стоит. Куда можно, куда нельзя заходить. Ради благовествования. Поэтому вот эти слова им не надо удивляться, когда апостол Павел говорит, «Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых законов, как чуждый закон, а что такое чуждый закон? Как беззаконник. Не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вот почему христианину, если он занимается миссией, неплохо будет, если иногда он будет становиться немножко иудеем, немножко мусульманином и даже внешне немножко беззаконным. Для всех все, дабы привлечь ко Христу. Если кто-то этого не понимает, значит, это не его служение. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...